Привет, друзья! Я сейчас готовлюсь рассказать вам в следующем ролике, почему я терпеть не могу экстрасенсов и эзотериков. Потому что я сам в своё время начитался про гомеопатию, что она основана на том, что подобное лечит подобным. И там было написано, что раков, если спирту подержать 25 дней, то будет настойка, то потом раковому больному можно давать по капле, и он выздоровеет. А я же тогда дурак был полный, я же ещё и врачом не был, я тогда был студентом. Но моей знакомой, ну вернее мамой знакомой, тётя Шахрузат, которая на скорой помощи работала, и очень хорошая была терапевт, у неё муж болел. Я и сказал, тётя Шахрузат, а вот я прочитал в книгах, что подобное лечится подобным, и уже приготовил эту настойку, и она начала его поить, врач начала поить, со скорой помощи, причём опытнейшая. Она стала под моим нажимом, потому что я ей привёл столько аргументов из этой литературы, вот этой вот парамедицинской, так называемой. И мы его чуть не потеряли сразу, потому что он начал кровить через буквально три дня. Вот понимаете, что когда без головы, начитавшийся всякой ерунды, начинаешь, значит, это уже применять на практике, не будучи специалистом, не будучи врачом. Чуть не потеряешь человека, давайте сейчас посмотрим, какой галстук мне сюда больше подходит. Принцип подбора путём перебора развивает творчество личности. Поэтому принцип подбора путём перебора – это вообще-то принцип проб и ошибок. Я в жизни их столько надихл. Пробу – это одно, то другое, и поэтому… А кое-кто остался на этом уровне, продолжает пробовать, ещё не проверив, да, и другому уже рекомендует, а тот это глотает и может умереть. И я вам расскажу в следующем ролике про космонавтов и, значит, эзотериков, и сколько из них по этому поводу пострадало уже на моих глазах. Да, потому что я жил в звёздном городке, я работал с космонавтами, и каждый генерал, который там жил, ну, в командующем составе, они жили в башне. Вот, и, значит, они меня приглашали в гости ужинать, да, и самая большая зачинщица приглашения в звёздный городок подобных людей, не как я, нет. Меня Андреан Григорьевич Николаев и замминистра охранения Трубилина российские пригласили, командование пригласило. А Мария Лаврентьевна, жена Поповича, самолётчик-истребитель, что она была выдающимся человеком, она очень любила вот этих экстрасенсов, вот этих, которые чисткой занимаются, а звёздный городок же очень модный был тогда, и все туда притягивались показать свои возможности, я вам это расскажу. Потому что лично мне это рассказывала как раз-таки Мария Лаврентьевна, когда жарила на ужин, мне делала котлетки. Я вам расскажу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова